Всем привет, сзади нас осталась наша машина, наша красавица, вот еще слева красавица. Семейка Волковых выдвигается на пляж в Барселоне, Испания. Сейчас заказали Uber, едем здесь до пляжа получается 7 километров, по пути заедем на смотровую, где садятся самолеты, мы сейчас находимся в Барселоне, получается возле аэропорта, посмотрим как красиво садятся самолеты, там очень низко они будут летать, будет очень круто и красиво. И после этого пешочком там останется немножко пройти, пойдем на пляж, в надежде открыть уже купательный сезон. Так, друзья, план поехать на Uber, оказался провальным, так как изменилось время ожидания, ждать нужно его 20 минут. В общем, мы решили пойти пешочком, прогуляться, 4 километра идти, вот, и потом до пляжа еще 3 километра. Назад уже, может, вызовем. Смотрите, ребят, какая красотища. Шишечки. Какая кругом природа. Птички плавят. Вообще. Это что за дерево? Это береза? Типа береза, да? Что за дерево? Друзья, что это за дерево? Ну, похоже просто на березу. Такие листья красивые. Офигеть. Зелено-белые листья. Выглядит вообще красиво. Очень. Может, это береза? Испанская береза? Ребята, вы знали, что на деревьях птички растут? Вот. Птичек растет. Пойдем дальше. Может, трусы где найдем? Вот она, ребята, смотровая. Вот так это все выглядит. Отсюда можно наблюдать за самолетами. Сейчас мы с вами это будем делать. Вот такие разновидности самолетов, которые здесь садятся. Получается, с этой стороны они садятся, а с той стороны прямо они взлетают. Как взлетают, мы не увидим, так садятся увидим. Вот идет, идет первый красавчик. Вот залетел самолет. Это с той стороны, ребята. А сейчас встречаем самолет, который садится. Смотрите, как низко. Вау. Блин, капец, прям эмоционально это все, да? Три самолета подряд летит. Первый, там далеко второй и третий. Ждем еще два. Вот видно, 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 видно. Один и следом второй. Один за одним. Один за одним они здесь летают, ребята. Буквально проходит 3-5 минут и летит следующий самолет. Красота, красотища просто. Там уже следующий на подходе. В общем, мы пошли фоткаться, ребята. Вот так вот выглядит аэропорт Барселоны. Мы находимся, получается, вот здесь где-то. И сейчас мы пойдем вот так вот. И вот здесь пляж. И здесь море. Средиземное море. Видите, ребята, такие вот столбики стоят. Ночью, наверное, вот эти прожигтора загораются. Самолеты ориентируются по ним. Может быть, это еще датчики какие-то там стоят. В общем, почти над этими столбиками они сидятся. Видите, ребята, еще вот такая смотровая площадочка одна. Можно подняться. И здесь уже непосредственно. Смотрите, какая пальма. Какие пальмы, охренеть. Знаете, вот реки огромные. Такие стволы огромные. Вау. Блин, вот это да. Очень красиво. В общем, сейчас поднимемся сюда. И можно посмотреть более четко, как именно приземляется самолет уже на посадочную полосу. В общем, ждем самолетик. Ура! Аплодисменты. Самолет приземлился. Вы прибыли в национальный аэропорт Барселоны. Теплая, жаркая, красивая Испания. Вот здесь самолеты начинают взлетать. Точка старта у них вот здесь происходит. Сейчас вот тот, который левее. Влетает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ты-я! все пошел пошел в открытое небо красиво-красиво вот следующий на подходе самолет они здесь взлетают и садятся наверное чаще чем автобусы на остановку приезжают один за одним вот взлетает один за одним вот видите два единицы на трампе встречи охренеть просто лишь париж с этими самолетами здесь так вот сблизи наблюдать очень круто прям такой адреналин немножко моментами эмоции вау просто вау добрались куда море стоит вот ребята плюсы плюсы работы на пусть это единственный плюс люди серфингом занимаются из два душа ну-ка включили сюда полоснуться воде сухо люди загорают даже обнаженные загорают 10 пляж собачка загорает вот так мы расположились совершенно одни по бокам у нас камни вообще офигенно водичка ну такая прохладненькая прохладненькая друзья водичка но все равно я буду купаться жена пока не знает возможно тоже ты будешь купаться говорит что не будет мы ее туда забросим с вами короче иди вот походи она тепленькая становится когда долго ходишь а на улице 22 градуса тепла нормально не ледяная вау ребята открываем сезон да 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 потом ты жена ха ха нет но полетели полетели вижу цель не вижу препятствий давай ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу вода соленая 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 так жену я уломал тоже может очки с ними давай 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 хорошо пошла родная водичка на самом деле хорошая хорошая мы немножко накупались уже теперь пришло время перекусить белорусский линский класс на испанском море матча с рыбка картошечка фри у нас охотничьи колбасочки хлебушек вот взяли с собой такой паёчек чтобы смотреть на море дышать свежим воздухом смотреть как взлетают самолеты как люди занимаются серфингом в общем кайповать себя покидаем это чудесное место покупались позагорали немножко возможно даже подгорели все классно все круто атмосфера огонь воздух офигенный возвращаемся в машину у нас получается сейчас пол пятого к восьми часам поедем на загрузку поедем на загрузку будем грузить картошку загрузим картошечку и поедем в Данию планировали до машины добраться на такси но к сожалению не получается что-то не хотят таксисты сюда за нами ехать заказ принимается водитель находится но потом водитель отменяет заказ и так уже раза 4-5 в общем идем пешком машину 7 километров 7 туда 7 обратно вот сегодня прогулочка будет в 14 километров но ничего страшного нам полезно с нашей работой пройтись прогуляться единственное что время немножко уже будет поджимать нужно и в магазин там было сходить может исходим прицепе подмести стену выставить прицепе нужно будет спереди вот еще в душик надо сходить будет возможно что-то из этого не успеем сделать но зато прогуляемся да виктория как ты себя чувствуешь как вам море понравилось теперь волосы все в соли да но сейчас кстати придем и будем испытывать наш новый душ покажем вам попозже если конечно мы успеем вот пришел я к машине вика пошла вот в магазин здесь магазин супермаркет карри фур вот с машиной все хорошо все четенько козырное место у нас на самом деле здесь мы нашли получается вот одна камера на 360 висит и вот здесь еще одна но эта камера не попадает вот та попадает на нас сейчас я иду в прицеп нужно подмести прицеп перед загрузкой подмести прицеп перед загрузкой и впереди нужно сделать стенку картошка будет загружаться в биг-бегах вот так выставляется стена 1 метр от начала прицепа там уже на загрузке подрегулирую может нужно будет повыше может наоборот пониже не знаю какие они там по высоте будут разберемся подмел полностью прицеп блестит сверкает сейчас идем принимать душ отбираем нашу метлу посмотрите какая дыра здесь плита провалилась кто-нибудь бухой будет идти ночью и все могилку копать не надо здесь особо никто наверное не ходит такой вот душ приобрели себе в эту каденцию дождик ведерко бросаем сюда насос и подключаем это в машину в розетку 12 вольт и принимаем душик кнопочка включения и пошла водичка кайф на присосочки у нас держится дождик очень удобно все мы выдвинулись на загрузку аккуратненько бешеные испанцы носятся здесь Виктория пришла с магазина скупилась немножко посмотри кто там впереди ого это у нас не буду пока наперед говорить кто нет а нет все нормально до загрузки 6 километров помылся в душе все классно только Вика не успела помыться помоется чуть попозже значит может заедем куда то или будет сейчас местечко там на загрузке где можно чтоб она аккуратненько помылась мы под рампой нас пока еще не грузят вот картошечка такая стоит ждем загрузка завершена нужно ехать аккуратно потому что получается 4 биг бэга стоит посередине всего у нас их 19 стоит посередине там впереди я закрепил вот этими вертикальными стойками больше и нечем закрепить там где посередине стоят то есть может влево вправо улететь поэтому на поворотах нужно будет очень очень аккуратно заходить чтоб никуда не полетел он все ребята мы выдвигаемся загорели лицо у меня красное руки красные ноги тоже красные в общем прогулочка на море была очень удачная ну Вика зашла в аптеку купила мазь от ожогов на солнце может быть поможет и все будет хорошо выехали мы впереди у нас 2200 км хорошей нам дороги а 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 делаем замену карт Я уже проехал 4 часа, сейчас поедет Вика. Мы во Франции, движемся пока в сторону Леона, до Леона еще 300, 340 где-то, по-моему, километров. Очередь, в общем, жены сейчас ехать. Мы встречаем рассвет, Виктория за рулем, на двоих уже 7 часов проехали, скоро моя очередь, дорога нормальная, все хорошо, все прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok Вчера было хорошо, без маечки, на море, упались, загорали. Сегодня, ребята, вот в кофте приходится ходить, потому что я лично себе спалил, немножко лицо, голова немножко даже сгорела, руки полностью сгорели, плечи сгорели, шея сзади сгорела. Здесь немножко сгорела, ноги тоже черные, красные. Короче, капец. Жена тоже подгорела, нос красный. Здесь вот у нее сгорело. Где еще? И ручки, да? В общем, мы немножко мучаемся. Ночь. И вот сейчас днем, но уже немного легче становится. Заезжаем потихоньку уже в Германию, Францию всю прошли. Сейчас проедем по Германии часа два. И слава Богу, будем становиться на паузу девять часов. Вот. Уже больше суток, мы без сна. Чуть-чуть в Германии. У нас время до четырех часов утра. Ой, утра. Уже все. У нас время до четырех часов дня. И вот нам сейчас два часика еще проехать. И будем отдыхать. Будем спать. Это курорт требует жертв. А я говорила, братцы, вы мазаться. Все, погнали дальше, друзья. Сейчас моя очередь. Вика пока что ехала. Два часика проеду. И получится у меня почти девять часов езды. И у Вики восемь часов езды. И у нас уже заканчивается общее время. Все, ребята. Мы становимся на паузу девять часов. Двадцать с половиной часов. Все. Отработали. Время отдохнуть. Встали на Ростхофе. Встали так, чтобы никому не мешать. Таким вот образом. Ночью, возможно, сюда вот машинка встанет. За нами уже никто не станет. И перед нами тоже никто не станет. Все, ложимся отдыхать. РЭФ у нас работает на постоянном режиме. Температура плюс семь градусов. Постоянный режим. Все. В люлю. Вика, доброй ночи. Доброй ночи. Виктория начинает новую смену. Движется сейчас по пятому автобану Германия в сторону Франкфурта на Майне. Сейчас нам нужно проехать Франкфурт, Кассель, Гамбург и на паром в Бутгарден. Вот. Время сейчас у нас два с копейками там, да? Два сорок шесть. Два сорок шесть. Двигаемся, двигаемся. Самолетик садится. Проезжаем Франкфурт на Майне. Тысячу километров нам нужно сегодня за смену пролетать. Так, вечер устанем и завтра в субботу в восемь часов утра будет выгрузка. Так вот, ребята, у фуры взорвалось колесо. Полиция остановила движение на автобане. Полицейский по-быстрому выбежал с машины, колесо убрал. И все, и начинаем дальше двигаться. Кто не знал, если на автобане в Германии у вас взорвется колесо, нужно сообщить об этом полицию. Личный опыт имею в этом деле. Работал в старой фирме. Взорвалось колесо. Вот они сюда его скинули. Вот справа оно лежит. А лежало на этой полосе слева. Личный опыт имею. Взорвалось было колесо. Я доехал там до паркинга. Сразу паркинг был буквально несколько метров. Вот. На ведущую оси у человека. Вот. Заехал на паркинг. Приехала за мной полиция была. И говорят, почему нам не сообщили об этом. Вы должны нам сообщать, чтобы мы смогли там либо убрать колесо, либо там перекрыть движение, если вдруг нужно поменять колесо и нет свободного места. В общем, нужно сообщать в полицию. У Вики задача набрать в пятилитровой бутыле бутылку воды. Давай у тебя получится. Может плед весь моклый. Ладно, хватит запить. Запить, да. Пьем витаминки, друзья. Рыбий жир. Запиваем водичкой каждое утро. Норвежские витамины. Держим путь в сторону Касселя по седьмому автобану. Я мы уже на пароме на улице. Ветер разгулялся. Так не на шуточку разгулялся. Ветер. Идем паромом с Германии в Данию. Осталось проехать там 200 с копейками километров. Становимся на девяточку и завтра выгружаемся. Сходили на пароме в душ. Вика еще в душе находится. Я уже помылся. Только что вышел. Вот. На улице сейчас 7 градусов тепла всего лишь. Приехали с юга на север. Все сгоревшие. Загорели конкретно. Не загорели, а сгорели. Вот. В Испании, кстати, было вот 22 градуса. И вот при такой температуре мы загорели. Хотя побыли там на море даже. Наверное, двух часов не были. Вот. А сейчас уже холодно. Такие вот делишки, ребятишки. Так доехали нормально до Пудгардена. Это до порта. Сейчас перейдем в Ротби. И все. Дорога была нормальная, хорошая. Пробочку попали возле Гамбурга. Где-то на минут 20 постояли, а так нормально доехали. Две тысячи с копейками, две тысячи там сто было. Где-то прошло незаметно. Вон люди вышли на улицу. Е-мое, у девушки сейчас скальпель снимет. Ветер вообще капец. Слышно. Тяж-то руханет. Тяж-то руханет. Оп-па. Страшная зайка. Сегодня очень ветвенно. В Дании вообще ветер. Вот как получится. Интересно, только метров в секунду. Метровая мельница, да, вырабатывает электричество. 44 километра в час. 44 километра в час ветер. Ребята, представляете? С парами до 75. Так, ребят, мы уже ложиться спать. Стоим девяточку завтра, в субботу, едем на выгрузку к 8 часам утра. Выгружаемся и становимся на недельную паузу. Вот. Еще утром заправимся. Вот. Вот так вот. 70 километров нам осталось до выгрузки. В общем, 2000 километров позади. Успешно приехали с Испании в Данию. Здесь в Дании, правда, очень холодно. 7 градусов тепла, только по сравнению с Испанией, видите, весь красный. Сгоревший, просто. Шея сгорела. Плечи. Плечи, руки. Жена, ну там не видно у нее. У нее только нос. Вот так вот. В общем, погрелись, пожарились немножко. Сейчас будем охлаждаться здесь в Дании. Вот. Все, мы спать. Утро доброе. Здравствуйте. Доброе утро. Виктория, доброе утро. Проснулись, выспались. Все окей, все прекрасно. Заехали на заправочку. Сюда вот заправились до полного. Едем выгружаться, заканчивать потихонечку наш рейс. Что-то перекрыли. Здесь все не заехать. Вот здесь заезд закрыт и выезд закрыт. Поедем разворачиваться. Будем сейчас вот здесь разворачиваться. Смотрите, как мы будем интересно разворачиваться, ребят. Полоса у нас вот там, чтобы поехать налево и развернуться. Но там нам места не хватит. Поэтому будем с этих полос разворачиваться аккуратненько. По-быстрому машин нету. За нами тоже фуры разворачиваются. Скания за нами тоже. Аккуратненько, по-быстрому. Мы вчера поехали, когда заезжали то же самое. Только мы поехали там дальше. А там вообще знак разворот запрещен. Пришлось там в тупичок заехать. Заехали в тупичок, развернулись и поехали. Приехали на выгрузку. Что-то никто нас здесь не встречает. Вот машинка разгружается под рампой. Но двери открывать в офис никто не хочет. Звоночек звонил, никто не открывает. Есть номер телефона, тоже звонил, никто не поднимает. Пройдем, сходим под рампу. Может нам там ответят что-нибудь. Картошечка вам что ли не нужна, ребят? Нас уже выгружают с такой вот платформы. Бигбеги стоят. Все как положено. Там, где по одному по центру стоят, то не упали ничего. Все хорошо. На поворотах мы аккуратненько ехали. Очень-очень медленно, осторожно. И груз сохранился в целости и сохранности. Много вам датских деревушек. Разгрузка завершена. Испанский рейс закончился. Сейчас будет датско-нидерландский рейс. Это вот, друзья, деревня. Все это деревня. Так вот выглядит деревня в Дании. Здесь тротуарчик. Асфальт. Вот пекарня еще. Бокс сработал. У коллеги проблемы вот справа какие-то. Сейчас, друзья, проедем через мост Большой Бельт. Мы уже катались через него. Снимали видео. Рассказывали немножко про него. Сейчас просто прокатимся. И подснимем еще раз. И на этом видеоролик будет подходить к концу. Всем спасибо за внимание. За просмотр. Всем всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok